Давай, гали, 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 гали! Сделали опять минимум описания этой машины. Сама основа ZBD-04, без АА эта модификация, была принята на вооружение в 2004 году. И расшифровывается как Z это бронированная, B это боевая машина пехоты и D это гусеничная. Это основная гусеничная боевая машина пехоты КНР, разработанная еще в середине 90-х годов на замену устаревшего ZBD-86. И, в общем-то, корни идут от нашей БМП-3. Но, как обычно, в те времена была советская распродажа технологий. Ну и Китай приобрел себе как раз таки технологию этой самой БМП-3, на базе которой, в общем-то, этот ZBD-04 и был сделан. Это не копия БМП-3, но, тем не менее, много очень всего похожего. То есть, в том числе и вооружение. Здесь будет стоять 100-мм нарезная пушка низкого давления 2А70 в паре с длинноствольной 30-мм автопушкой 2А72. Башня, однако, не похожа на БМП-3. Она сварная и, предположительно, разработана совместно с Россией. Корпус выполнен из тонких сварных пластин из стали и алюминиевого сплава, с сильно выступающей передней частью, что позволяет машине плавать. Но идея именно плавать этой ZBD была в том, что не просто какие-то озера какой-то пересечь или брод, а именно десантировать с кораблей во время операции на островах. Для этого там поставили водометы. В целом, в итоге, получается, машина имеет экипаж из 3-х человек и перевозит 7 военнослужащих. Весит около 20 тонн и оснащена дизелем мощностью 600 л.с. с максималкой 65 км по суше и 20 км на воде. Ранние прототипы имели название ZBD-97 и действительно использовались уже в 1997 году. Но, судя по китайским источникам, разработка машины велась с 1997 по 1999, а следующие 4 года были потрачены на устранение проблем, которые, в общем-то, всегда возникают в новых проектах. В 2003 году машина официально успешно прошла государственные испытания и начала служить под названием ZBD-04. Ну а на публике, известном, по крайней мере, первый раз, когда она появилась, это было в 2007 году, во время специальной выставки, посвященной 80-летию основания военного музея китайской народной революции. Однако, серийно выпускаемая машина 2003 года ZBD-04 имела ряд недостатков и, в том числе, слабая защита. Поэтому, начиная с 2011 года, производство перешло уже на модифицированную, улучшенную модель с обозначением 04А. Пришлось пожертвовать способностью вести бой в открытом море, избавившись от водометов, ради доп. защиты. На нее можно установить композитную броню, которая позволяет ей выдерживать огонь 30-мм автопушек в лоб и 14,5-мм пулеметов с бортов, при этом оставив ее машины амфибий. Башня была усовершенствована за счет добавления корзин для укладки грузов и лазерной системы предупреждения. Система управления огнем также подверглась модернизации. Машина получила способность охотник-убийца. Ну и новый тепловизор. Навучик также получил новый комплект оптики, аналогичный используемому на легком танке ZTQ-15. В результате, правда, всех этих модификаций масса увеличилась с 20 до примерно 24-26 тонн. Ну а чтобы это компенсировать, китайская копия дизеля ZTQ-150 была доработана с 600 лошадей до 670, что позволило ей увеличить скорость машины с 65 максималки до 75. В итоге производство этой машины продолжается. В период 2003 года по сегодняшний день было построено около 2400 машин разных модификаций, то есть это получилось самые ранние модификации с 3 по 2011 год. Это 400 БМП ZBD-04. Потом модифицированных уже с А буквой это уже 1400-1900. И, я думаю, еще корпус, какой-то похожий корпус, где-то я его видел. Было еще создано на этой базе 100 истребителей танков АФТ-10. Ну и, кстати говоря, еще были другие какие-то модели, такие как разведывательные и командные машины. В общем, на данный момент это современная машина, которая предполагается, что прослужит еще много лет. Были даже какие-то экспортные модели, но никого, в общем-то, они не заинтересовали. Ну и что в игре-то будет? В игре это будет премиумная ББМ-ка 7 уровня. В игре, естественно, в чем-то очень похожее на БМП-3М, но, с другой стороны, только вооружением, судя по всему. Ну а дальше в описании, если честно, какие-то странности, потому что они говорят, что, как и БМП-3, типа это будет машина среднего веса с достойной лобовой броней, способной выдержать огонь 30-мм автопушек. И вопрос первый. Как бы БМП это полнейший картон, там только ВЛД танкует. Каким образом она будет держать 30-мм-ки, непонятно. И, возможно, я думал, что здесь будет до броня, но, как они пишут, нет. Машина не будет нести ни ДЗ, ни композитной брони, ни КАЗа. Но, тем не менее, 30-мм-ки как-то держать она будет. Ну и, как я говорил, суперскромное описание этой машины. Максималка 75 километров. Здесь, естественно, будет десант. Здесь будет 30-мм автопушка и 100-мм орудие. А какие там будут снаряды, хрен его знает. Ну, типа, сходите сами в игре и посмотрите, какие снаряды есть у БМП-3. И, видимо, здесь будут точно такие же. Я напомню, что у БМП-3 из, ну, 30-мм-ка там стандартные снаряды, а из 100-мм орудия вылетают либо фугасы, либо птуры. Ну, судя по всему, здесь будет то же самое. 30% коэффициента маскировки, дальность обзора 460 метров в движении и 495 в неподвижном состоянии. И, в общем-то, вот и все описание. Очень странно они машины этого боевого пути описывают. Суперскромно, без каких-то вообще цифр. То есть, они всегда раньше какие-то цифры говорили, что так, там будут какие-то снаряды, вот с такими-то характеристиками, все дела. Сейчас просто вообще ничего. Там будет примерно вот это. Ну, и что, в общем-то, можно сказать? Очень странная машина. Это такая голая БМП-3М. То есть, у БМП-3М есть и Дезехи, и КАС есть там, весь фарш. А здесь этого вообще ничего не будет. По остальным характеристикам, она, по идее, должна быть такой же. Но если только, опять же, как-то там лобовую броню не накрутят так, что в итоге это ЗБД будет лоб реально лбом танковать 30-мм-ки. Хотя бы. А так, в целом, ну, выгодит странно. Хотя само по себе вооружение, которое есть у БМП-3, это 30-мм и 100-мм орудие, оно само по себе классное. То есть, скучной, по идее, это ББМ-ка не будет. Ну, а, собственно говоря, как она получится на практике, посмотрим. Раз нам, наконец-таки, показали уже последнюю машину, ждем и, в общем-то, старта боевого пути, которого осталось, судя по всему, совсем недолго. На этом у меня все. Ставим лайкосы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok